К слову, вакцины входят в список лекарств, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Впрочем, порядок закупа медпрепаратов после критики президента руководства СК «Фармация» единого дистрибьютора изменился. Так, уже с этого месяца компания ведет онлайн-трансляцию итогов конкурса на заключение долгосрочных договоров на поставку лекарственных средств. О том, как будет меняться фармацевтический рынок Казахстана, готов рассказать мой коллега Сабибы Бусинов. Сергей, добрый вечер. К лекарствам я вернусь немного позже, а пока же о не менее проблемных вопросах. В стране не хватает 900 клинических фармакологов. Об этом сегодня заявил мажористмен Бейбет Мамраев. По его данным, сейчас в Казахстане работает порядка 200 специалистов и лишь 5% из них дипломированы. Остальные имеют только сертификаты. Больницы нуждаются в грамотных и компетентных фармакологах, чтобы не только назначать правильные препараты, но и рационально использовать лекарственные средства. Уверен, депутат. Давайте послушаем комментарий парламентария. Зачастую в жизни мы сталкиваемся с тем, что назначается часто по какому-то виду заболевания несколько лекарств, а возможно их не нужно назначать несколько. Возможно среди них есть и невозможно, а действительно бывают среди них какие-то, если не взаимоисключающие лекарства, бывают лекарства, усугубляющие действия друг друга. Допустим, связано с снижением давления. Одно лекарство снижает, второе лекарство назначено, а опять может дальше снижать. Поэтому такие вещи может определить прежде всего профессиональный клинический фармаколог. Это крайне важно, когда мы говорим о рациональном использовании лекарственных средств. Ну и как обещал, возвращаясь к проблеме лекарств, так вот из того, что производят в Казахстане, 90% выпускается на импортные субстанции. Не сложно посчитать, что рынок оригинальных отечественных препаратов составляет менее 10%. А как известно, наша страна богата на растительность, а значит двигаться к казахстанским фармкомпаниям есть куда. Депутат уже в ближайшие дни проведут парламентские слушания, где собственно и обсудят развитие фармацевтики на базе растительного многообразия. Между тем, цены на лекарства могут стать ниже. Напомню, в Казахстане намерен ввести госрегулирование цен на препараты. Учитывать будут прежде всего их стоимость у самих производителей и цены аналогов за рубежом. В соседних странах, с нами пограничных странах, некоторые лекарства в разы дешевле, чем у нас. Поэтому при закупе этих лекарств мы должны будем ориентироваться на эти важные моменты. Ты знаешь, Сергей, вот эти слова в разы дешевле, которые сейчас произнес депутат, очень греют душу и очень обнадеживают. Аналогично с Абим. Спасибо. Продолжение следует...